Михаил Львович, ну чем ты можешь объяснить первому историю горкома партии о том, что ты срываешь пуст тепла на доме в 89-е? Ну ты же докладывал, управляющему трестом докладывал, главному инженеру трестом докладывал, что все в порядке, что сантехники все сделали, только за ТЭС. Ведь было указание... Тамара Ивановна Черкова возглавляет специализированное управление номер 7 Марийского строительного треста. Для нас новый облик городов и сел что-то само собой разумеющееся. Строители же видят в них и свои победы, и трудности, которые приходилось преодолевать. Тем приятнее награда. Ну молодцы, а я для вас новость привезла. Вчера вечером уже собралась домой идти и пришла телеграмма из Москвы. Первое место вы заняли по Минсельстрою. Так что поздравляю всех, готовьтесь к получению премии. Строители особенно зависят от смежников. Из деталей и материалов, которые поставляют им, они ведут отделку домов. И помимо плана и долга, испытывают простое человеческое желание. Сделать свою работу как можно лучше. Подарить новоселам радость. В сентябре месяце я побывала в Москве на совещании, где проводил наш министр Батраков Валентин Петрович. И там я в своем выступлении ставила вопрос о малой механизации. Все-таки недостаточно у нас малой механизации. Как вы считаете? У нас не хватает преобразователей. Вот по ходу преобразователей я тоже ставила вопрос. С преобразователями очень и очень плохо. Действительно, если бы были преобразователи, то можно было бы максимально производить затирку механизированную. Это вполне приемлемо у нас. Да, затирочные машины есть у нас. Да, преобразователей не хватает. Тамара Ивановна, а когда же у нас будут хорошие кисти? Да, с кистями проблема, конечно, большая. Этот вопрос остался тоже на совещании по поводу качественного инструмента. Выступающие многие критиковали поставщиков. Говорят, что будут приниматься меры, и качественный инструмент приниматься будет через УПТК только качественные кисти. Поэтому будем надеяться, что кисти появятся. Бригады Фаина Александровна Гребневой и Лидии Ивановны Григорьевой ввели отделку прекрасных дворцов культуры в столице республики, многих объектов на селе. Сейчас строители ведут отделку двухквартирных домов в селе Кузнецово. В таких домах со всеми удобствами, с паркетом будут жить механизаторы, животноводы племзавода Семеновский. Так что Тамара Ивановна по праву считает, в выполнении продовольственной программы страны строители вносят конкретный вклад. Ну как дела идут, Павел Фролович? Хорошо. Хорошо, наряд есть на руках? Есть. Есть, когда конец будет? Наряд 28-го числа. 28-го. Ну молодцы, надо-надо стараться, стараться, сельчане ждут жилье. Постараемся. Обязательно. Постараемся выполнить, Тамара Ивановна. Есть у нас любители ссылаться на объективные трудности. Трудности есть. Но что толку оправдывать собственную бездеятельность? Преодолевать их надо. Двигать наше хозяйство, всю страну нашу, вперед. В такой позиции Тамара Ивановна нашла единомышленника в лице директора совхоза Юрия Леонидовича Горянского. А ведь тоже можно было сетовать на капризы погоды, на нехватку людей. Но тогда не было бы ни прекрасного поселка, ни отличных условий для работы. КОНЕЦ Во дворце, который назван именем Победы, мы снова сняли наших героев-строителей. В широком смысле слова, мы все строители. Мы строим жизнь для себя и для наших детей. Для всей нашей страны. КОНЕЦ